В своем видео о числе Е я рекомендовал книгу Стивена Строгаца «Удовольствие от Хи». То видео набрало более 50 тысяч просмотров, и я надеюсь, что хотя бы 50 из них закончились тем, что люди действительно прочитали эту книгу. Кстати, найти ее можно в свободном доступе. В этом видео я хочу рассказать о числе Фи, и начну также с рекомендации книги Марио Ливио «Фи число Бога». Это очень интересная и даже захватывающая книга, содержание которой я раскрою в этом видео едва ли на 1%. Поэтому, естественно, рекомендую ее прочитать. Ну, а для затравки посмотрите сначала это видео до конца. Итак, приступим. Почему людей так интересует какое-то там мистическое число Фи? Кстати, равно оно 1,61803 и так далее. Число это иррациональное. Все дело в том, что оно имеет свойство вылезать из самых непредсказуемых мест. Я покажу две такие ситуации и продемонстрирую, как число Фи вычислить. Рассмотрим правильный пятиугольник. Фигура, кстати, сама по себе очень одиозная, потому что правильный пятиугольник, мы представим, что это он, с помощью правильного пятиугольника невозможно заместить плоскость. Ну, например, с помощью правильных треугольников я могу заместить плоскость, рисуя их, скажем, вот так вот. С помощью правильных четырехугольников, то есть с помощью квадратов, тоже заместить плоскость очень легко. Я думаю, каждый может себе представить, как это делается. Можно также заместить плоскость с помощью правильных шестиугольников. Представьте себе пчелиные соты. Ну и, кстати, замощение правильными треугольниками, оно в каком-то смысле является замощением правильными шестиугольниками тоже, Потому что вот так вот, например, треугольники создают шестиугольник. Но сейчас речь не об этом. Вот дело в том, что если в правильном пятиугольнике провести диагональ, то получится, ну если, во-первых, провести все пять диагоналей, то получится пентаграмма. Но если мы проведем сейчас, давайте, для начала одну диагональ, то получится задача, которая всегда интересовала древних математиков. Они всегда интересовались тем, как измерить эту диагональ. Но у них не получалось ее решить, потому что эта длина выражается иррациональным числом. То есть если сторона пятиугольника, скажем, единичка, то не существует такой дроби, с помощью которой, ну не знаю, например, не получится 13 восьмых, например, записать и таким образом выразить длину диагонали этого правильного пятиугольника. То есть просто не существует рационального числа, там числа в виде дроби, с помощью которого можно выразить диагональ правильного пятиугольника. Именно поэтому задача очень сильно интересовала древнегреческих ученых, прежде всего пифагорейцев. И, возможно, именно поэтому, потому что нельзя выразить рациональным числом, в пентаграмме присваивалось такое демоническое свойство. Так вот, сейчас же мы эту задачу можем очень легко решить с помощью квадратных уравнений. Давайте посмотрим, как. Так, сначала я нарисую более ровный правильный пятиугольник и проведу в нем все диагонали. Давайте назовем вершины А, Б, Ц, Д, Е и вот эту точку назовем О. Пусть сторона этого правильного пятиугольника один, а диагональ мы хотим вычислить. То есть, вот здесь вот у нас будет Д, и я таким образом показываю, что это диагональ БД. Нужно написать в сторонке, что БД равно Д. Что можно сделать? Нужно заметить, что треугольник А, Б, Ц подобен треугольнику Е, О, Д. То есть, треугольник Е, О, Д это уменьшенная копия треугольника А, Б, Ц. Сейчас доказывать это не буду. Если интересно, то очень можно легко сделать с помощью таких же равнобедренных треугольников А, Б, Ц. Итак, что это нам дает? Это означает, что стороны треугольника А, Б, Ц кстати, сторона А, Ц тоже равна диагонали, да? Больше сторон треугольника Е, О, Д в какое-то количество раз. То есть, если я, например, А, Б поделю на Е, то получится то же самое, что если бы я А, Ц делил на О, Д. На Е, Д, извините. То есть, еще раз. А, Б, относится к Е, О. Точно так же, как А, Ц относится к Е, Д. При этом А, Б это диагональ, Д. Е, О это, обратите внимание, Е, О это диагональ Е, Ц за вычетом стороны О, Ц. Вот, Е, Ц минус О, Ц. Это равно как раз-таки Д минус 1. То есть, так как О, Ц у меня равно единице. Д минус 1 тут получается. Тогда А, Ц тоже с другой стороны Д, а Е, Д это единица. Да, только предполный получился, потому что все-таки А, Б это единица. Да. А, Б это единица. Таким образом, мы получаем, что Д умножить на Д минус 1 равно единице. Ну, а это достаточно простое квадратное уравнение. Д квадрат минус Д минус 1 равно нулю. Кстати, отдельная песня, это то, как это квадратное уравнение решали в древнем мире, не имея такого универсального инструмента, как дискриминант. Ну, сейчас давайте вычистим, собственно, дискриминант. 1 плюс 4, 5. Получается, что Д это 1 плюс минус корень из 5 пополам. Естественно, единица минус корень из 5 пополам не имеет смысла, поэтому получается, что диагональ это 1 плюс корень из 5 пополам. Так вот, если на калькуляторе теперь посчитать вот это вот значение приблизительно, то как раз-таки получится число φ. То есть, число φ, оно, по сути, равно отношению диагонали правильного пятиугольника к его стороне. Вот это первый сюжет, где оно возникает. Дальше. Теперь давайте рассмотрим такую последовательность, которая называется последовательность Фибоначчи. Выглядит она следующим образом. Надо записать сначала 2 единички. Вообще, на самом деле, можно записывать любые 2 числа, но традиционно они начинаются с единички. С единичек. Дальше. Каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. То есть, 2 это 1 плюс 1, следующее число 3, 1 плюс 2, следующее число 5, 2 плюс 3, 8, 13, 21, 34 и 55. Давайте на этом, наверное, остановимся. Хотя, нет, 89. Еще одну запишу. Так вот, причем здесь число φ и последовательность Фибоначчи, казалось бы. Так вот, все дело в том, что если я сейчас вычислю отношения каждого следующего членом последовательности Фибоначчи к предыдущему, получится интересная вещь. Вот если я поделю, допустим, вот эти первые 2, то 1 делить на 1, то есть, эта единица делить на эту единицу, это 1. Далее, 2 делить на 1, это 2. Или 3 делить на 2, это 1,5. 5 делить на 3, здесь уже сложнее, это примерно 1,66. 8 делить на 5, это 1,6. 13 делить на 8, здесь нам уже понадобится калькулятор. Хотя вообще, на самом деле, не понадобится, это 1,625. 21,13, ну, это уже точно с помощью калькулятора, считаем так, это 1,615. 1,615. 34,21. 1,619. Ну, и так далее. 55,34. Это 1,617. Потом дальше 6 идет. И 89,55. 1,618. Я думаю, в принципе, вы уже поняли, почему я клоню. вот это вот отношение, оно стремится к числу φ, как раз таки. Которое, напоминаю, как раз равно вот такому числу. То есть, оказывается, что если рассмотреть такую вот последовательность, и каждый следующий член делить на предыдущий, то получается число φ. и этот факт можно использовать для того, чтобы сделать один очень красивый рисунок. Для этого мне понадобится лист в клетку. Итак, давайте начертим, ну, собственно, какую-то геометрическую интерпретацию того, что мы получили, попробуем здесь начертить. Давайте начертим два квадрата со стороной 1. Далее к нему прилегает квадрат со стороной 2. Далее квадрат со стороной 3, кажется, здесь. Квадрат со стороной 5 нарисую здесь. и так далее. То есть, я как бы по спирали рисую каждый следующий квадрат. 8. И давайте последний квадрат со стороной 13 на черте. Он не вылезает, но ладно. Значит, здесь окажется квадрат со стороной 13. То есть, это некая геометрическая интерпретация последовательности Фибоначчи. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. И так далее. Так вот. Теперь, если я, начиная с этой точки, буду проводить такие вот дуги в каждом из квадратов, то получится так называемая спираль Фибоначчи. И эта спираль очень хорошо описывает очень многие природные явления, на самом деле. Ну, не то чтобы описывает, дают геометрическое изображение очень многих природных явлений. Таких как, например, например, раковина моллюска, галактика, паттерн в семенах подсолнуха, например. Некоторые из этих изображений скорее всего надуманы, как, например, вот это вот. Но вот в растениях точно встречается спираль Фибоначчи. Таким образом, число φ здесь тоже оказалось. И вот эти вот два примера это лишь капля в море, можно сказать. То есть, это такое число, которое вылезает очень часто, очень много где. Собственно, поэтому его и считают фундаментальной математической константой. Ну и напоследок один из примеров того, как используется число φ в искусстве. В картине Сальвадора Дали «Тайная вечеря» не случайное соотношение сторон. Дело в том, что стороны этой картины это 167 на 267 сантиметров. На 267. И если мы внезапно вдруг поделим 267 на 167, то получим число очень близкое к числу φ. Ну, будет где-то приблизительно 1,6. И вообще, в принципе, отношение сторон пятиугольника как близкое к числу φ считается эстетически правильным, приятным для взгляда. Поэтому в искусстве стараются использовать число φ. Итак, это, в принципе, все, что касается те самые два сюжета, которые я хотел числе φ здесь затронуть. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно читайте книгу Марио Ливио. Марио Ливио 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 Ливио.